Если знали вы, как недороги, подмосковные вечера. Эти бабушки свои подмосковные дни и вечера проводят весело и с пользой. С тех пор, как в Видном открылся Центр социального обслуживания «Вера», их досуг стал разнообразным. Им есть где встречаться, общаться, а для пожилого человека это, пожалуй, самое главное. Атмосфера здесь чудесная. Работники у нас хорошие, добросовестные, медицинские работники, лечащие. И с нами, которая работает, воспитательница, прекрасная, ведущая. Только за таких людей, что именно такой коллектив составили, с удовольствием сюда хожу я. Для Бибисары Хакимовой, как и для еще десятка бабушек, Центр «Вера» стал вторым домом. Когда они собираются все вместе, начинают петь и танцевать. 8 марта не было исключением. На праздник пришла Илона Броневицкая. От такой гости все дамы были в восторге. В то время, когда сама знаменитая актриса и певица восхищалась нашими жизнерадостными бабушками. Они удивительные, они молодые душой, они красивые. Плюс это поколение, конечно, удивительных людей, которые многое повидали и много в себе несут настоящего. Чему нам надо учиться у них. Ну и какой праздник без подарков. Чтобы милые дамы были еще краше, на мероприятии работал импровизированный салон красоты, где каждая желающая могла сделать себе прическу и макияж. Мы наводим красоту бабушкам, чтобы они были красивые сегодня, к 8 марта. Вам нравится то, что с вами делали? Конечно, нравится. Остается, посмотрю, какая я могу быть красивой. Видя улыбки женщин, у нас, у мужчин, у самих поднимается настроение и хочется работать, творить. Вот такое у женщин необычное свойство – своей улыбкой вдохновлять все и всех вокруг. А чтобы эта улыбка никогда не сходила с лица, женщину надо баловать, в каком бы возрасте она ни была. Юлия Погостьян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.